здравствуйте мои любимые подписчики приветствую вас из своей цветочной на сегодняшний день хотела показать немного цветущих ну и просто показать как мы поживаем все основные работы у меня сделаны теперь только ждем когда мои пеларгошки зацветут некоторые уже цветут поэтому решила немножко показать моей красоты солнышко скрывается стало лучше видно так на фоне моя любимая леона галактика которая потихонечку осваивает мои 5 литров которые я ей дала выпустила бутоны у меня такая вот прекрасная девочка жирненькая толстушка все ей нравится все у нее хорошо вот так вот выглядит моя леона галактика все обрастают все осваивают домики и многие готовятся к цветению вот так и мануэль у меня выглядит все на бутончиках большая тоже в 5 литровом горшочки сидит очень нравится этот сорт до тех пор пока я ее не пересадил она тоже выбрасывал мне бутончики но большую часть отсушивала потому что ей не хватало горшочка сейчас у нее горшочек большой и много-много бутончиков появилась стрелочек то есть она прям у меня все на бутонах очень много ждем красивого цветения цветет у меня розалин да я уже показывала маленьких видео но покажу мою красотку на полтора литровом горшочки она у маленькая пока еще но тут еще вот бутончик у нее это мой дублик ее мамочка живет у меня уже почти четыре года и я очень люблю этот сорт он очень светливый очень яркий очень красивый цветы и так как мамочка стареет мне нужна была уже замена потому что с этим сортом я не собираюсь расставаться очень красивый посмотрите какая шапка красивая вот этот черенок осенний у меня не знаю как мама переживет ее это лето наверное уже все наверное еще оставлю от нее один череночек потому что уж больно мне нравится этот сорт но правда но очень красивый очень красивый но немножко не онит но на самом деле она прям розовая барби следующий сорт у меня тоже раскустился и подает планы на бутоны этот и алиманчелло тоже очень красивый сорт вот это из фильм прекрасная тоже на бутончиках но вот и и это как раз мне нужно будет пересадить в двушечку пока она в литровом еще сидит но вот то что у меня не присажено это не сфер и столбовая дворянка вот они требуют пересадки хотел еще показать вот это благолепие я думала что она это юва византия я думаю что она распустится вместе с розалиндой потому что выгнала она стрелочку свою достаточно давно но распускается намного медленней и опять же хотелось повториться это сорт дублик мамочка ее уже большая но у меня вот так вот так вот она выглядит на крупная девочка и дело в том что ну во первых много красоты не бывает как я всегда говорю сорт красивый а во вторых мне не нравилось как цвела мама вот такого обилия бутонов соцветия у нее не было никогда да она красиво цветет но вот именно такого количества у нее не было даже у взрослой никогда то есть я тут нечаянно обломила цветочек ее сейчас покажу вот да на ней много но она вот столько их чуть побольше я не знаю почему взрослый кустик что я не хватало растет хорошо ну как бы вот мне не нравилось я все думаю может быть что-то с ней не то и от нее вырастила детку я уже показывала это в ролике черенок на своих корнях если кому интересно посмотрите сейчас она в полтора литровом горшочки сидит не буду я там доставать сильно потому что могу поломать ну вот то есть вот такого количества бутонов соцветия у мамы никогда не было покажу когда распустится но очень медленно распускается ну что касается цветения пока что у меня цветет мадам бавари цветет ярко красная остаточка тут такая небольшая это красная москва black rose изабелла очень красивые шапки так хотела вам показать юху ю юха вот такой красивый не сломать бы вот такие сиреневые цветы очень красивые тоже сформированный куст кусту год вот такая прелесть зацветает так вот выглядит мои цветы не долезу я хана новис я просто показать как развиваются мои растения что у них все отлично и всем все нравится за окном у нас еще холодно на сугробы большие и весна пока к нам идет потихонечку но мои девчонки меня радуют цветением сравнение я тоже показывала византии роза линды это конечно не показательное цветение но я сравнивала просто размер цветка показать что роза линда крупнее оттенки просто меня спрашивали по поводу оттенков немного похоже вот но это в другом ролике посмотрите вот так хотела ответить еще раз на вопрос по поводу горшочков горшочки я использую технические по объему они от полутора литров до 5 сиреневые у меня до 3 литров то есть полтора два и три и вот такие белые они на 5 литров их я покупаю на marketplace ах большом marketplace и название не скажу потому что нельзя будет рекламой горшочки мне нравятся они достаточно прочные не скажу что это пластик прям такой плотный но тем не менее не совсем хлипкий поэтому вот кто спрашивал про горшочки отвечаю что я играла там и мне они нравятся в качестве поддончиков у меня обычной пластиковой тарелочки по поводу того когда и как пересаживать как определить кому сколько нужно дать по объему вы знаете точной формулы конечно вам наверное никто не скажет нужно смотреть по растению во первых нужно обратить внимание на сорт и как правило в этом сорте указано то есть карлик мини стандарт крупномер то есть исходя из этого мы определяемся с горшочком выскажу свое мнение может быть немножко отличные от других блогеров и тех кто держит пеларгонии но я люблю крупные горшки и даже черенки ну понятно что совсем маленький пока растут в маленьких объемах но мне никогда не росли совсем прям маленьких стопочках у меня меньше 200 грамм стаканчиков нету дальше я как правило высаживаю сразу в пол-литровые а потом в полтора литровые редко когда в литровые или сразу из 200 граммов и сразу в литровый я считаю что в большом горшке растению лучше но это мое мнение совсем маленьких у меня растений нету я имею ввиду мини каких-то таких прям для даже стеллеры в полторашки сидят вот поэтому я высказываюсь только своим мнением мне нравится как растение выглядит больших объемах любое растение в принципе можно вырастить большом объеме вопрос в том когда она зацветет у вас если у вас есть время я думаю что растение не откажется от того чтобы вы ему дали побольше горшочек еще расскажу это только мое мнение вот поэтому по поводу выбора горшочка решать вам растение то и мануэль например можно растить как в полтора двухлитровом горшочки так и в пяти и в десяти как захотите единственное на что это повлияет это на количество цветоносов на мой взгляд то есть чем меньше горшочек тем чуть меньше будет у него цветоносов тем меньше надземной части все таки у растений пропорционально развиваются корни листовой массе поэтому чем больше объем тем больше корней тем больше следственно зеленой массы тем больше у нее побегов и бутонов цветоносов поэтому она может расти как и в маленьком так и в большом но на мой взгляд тяжело содержать крупномеры в маленьких объемах объясню почему вот на примере той же галины улановой дело в том что она начала мне желтить листья и сбрасывать бутоны когда я ее вынула весь ком было плетен можно было эти корешки подорвать засунуть опять в новый грунт и она бы маленько затормозилась она опять начала осваивать и возможно бы выпустила опять новые бутоны но я приняла решение пересадить ее больший объем и сейчас она вот так вот выглядит она крупная красивая она гонит как молодые побеги так и бутончики вот поэтому выбор горшка только за вами если у вас место позволяет возьмите побольше они вам скажут спасибо если у вас подоконник просто домашний вы можете держать их и в меньшем объеме просто не будет такого ну как сказать пышнейшего цветения многих-многих вот цветоносов то есть возможно там два-три может пять там каких-то будет но не больше я так видела по своему опыту вот ну что так про объемы я сказала по папа по подкормкам каждый раз задается вопрос поэтому отвечаю сейчас я кормлю удобрением преимущественно с преобладанием фосфора и калия азота минимально три процента в моем удобрении для цветущих так сказать те которые норе наращивают кустики вот например после обрезки вот например таира любовь орлова она кормится общим удобрением вот карл хегель например обрастает он тоже кормится общем пока на дорости так сказать они еще питаются общим удобрением те кто с бутонами они уже перешли на фосфор на калийные практически всем вот вот такие вот у нас дела у моих цветочков еще раз покажу не залезу я туда но тем не менее вот так вот ну что видно будет это ю юха византия так фокси здесь у меня орловы еще марсель это маша марло свечи надо уже свет включать темнее прямо на глазах я лампу не включил еще вот этим так что вот всем всего доброго рада вас была весь видеть слышать еще раз же каждый раз обращаясь в конце ролика к вам приходите в нашу группу у нас там уже много у нас там интересно и все ваши вопросы мы рассматриваем и я отвечаю девочки помогают так что если конкретно какие-то вопросы можете проходить группу которая по ссылке можно пройти в шапке описания и присоединиться к нам так вот выглядят мои простюхи красивые красивые пушистые пушистые всем пока пока пока